Я знаю, что Полине как минимум раз приходилось вас заменять, когда вы заболели в театре. Да. А вам приходилось? Полину? Да. Нет, пока что. Слава Богу. Есть такие роли, которые сыграла ваша младшая, на 20 минут она же младшая. Да. Как вы все хорошо знаете. Ваша младшая история. Есть такие роли, которые вы думаете, что лучше бы достались вам? Ну, такая завидная какая-то вот роль. Вы знаете, нет, почему-то мне никогда такого в голову не приходило, потому что у меня тоже много хороших ролей. Поэтому что мне смотреть. Вы очень похожи, как мне кажется. Но я так понимаю, что вас различал... Фоменко вас различал, я насколько понимаю, с самого начала. Вы же у Петра Наумовича учились? Да. Сейчас я расскажу. Петр Наумович, конечно, когда мы поступали в ГИТИС, мне кажется, он сразу понял, что мы разные, природы разные, актерские. Но все равно он путал нас до... Путал-таки, да? Да. Путал-таки, да. И часто он делал мне замечания, обращаясь как к Полине по какой-нибудь работе, про спектакль. И мне было жутко неудобно ему говорить, что я не Полина, а я Ксения, поэтому я все выслушивала, а потом передавала Полине. Ну и она то же самое. Кстати, вот фоменки, да, ведь всех выпускников фоменка так и называют фоменки, да? Вот я так понимаю, что есть такой сленг. Да. Вот почему все фоменки, они просто, мне кажется, я употреблю глагол страдают, вот от этого какого-то чина почитания, какой-то культ личности. Мне кажется, больше не было у нас преподавателей в обозримую эпоху, которые внушали бы своим ученикам такого масштаба пиетет. Смешно вы говорите. Ну, во-первых, мы не страдаем, мы счастливы. Так. Во-первых. А во-вторых, он не внушал, а просто это такой масштаб личности, что не только ученики, но и вообще люди, кто просто общался с Петром Наумовичем, хорошо понимали гениальность этого педагога, режиссера, человеческий масштаб. Поэтому тут деться было некуда. Ну, вам же даже не с кем сравнивать. Вы же не учились у, там, я не знаю, Олега Павловича Табакова, допустим. Вы же не можете сравнивать. Нет, и не надо, а зачем сравнивать? Потому что мне кажется, что вот про Фоменко всегда все вот выпускники говорят, ну, так восторженность, таким-таким прямо, ну, я вот даже не могу точно подобрать. Нет, это хорошо, вы так восторженно время смотрите. Нет, я так просто смотрю, а вы не знакомы с Петром Наумовичем? Нет. Поэтому удивляйтесь. Ну, я опосредованно знаком с реакцией на его... Что-то в его методах отличается от методов работы других педагогов? Да, конечно. Я имею в виду как педагога? Да, да. И что это? Он вам отец родной? Да. Да. Ну, он сформировал многих, всех, меня в том числе. Вот я пришла к нему 16-летняя, почти белый лист, и он написал много хорошего, мне кажется. А у вас вообще, в принципе, есть, я уже не буду употреблять, я понял, что вы реагируете на глагол страдать, как негативную коннотацию видите. Вот я объясню, почему я немножко так удивилась, потому что глагол страдать, это вообще не относится к миру Фоменко, вообще никак. То есть у него... Он человек возрождения. Актеры, актрисы у него не страдают. Нет, там скорее есть восторг и счастье. Вот эти слова ближе к Петру Наумовичу. Хорошо, тогда я понял, значит, восторгать. Неполиткорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. Правда 24 и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19.30 на телеканале Москва-24. С понедельника по четверг в 19.30 на телеканале Москва-24. Субтитры создавал DimaTorzok